здравствуйте уважаемые друзья по просьбе моих друзей и по вашим многочисленным вопросом я хочу сделать небольшой обзор вот таких тисков данвайс которая роторе и как вы видите по картинке со всеми вот такими принадлежностями для оттяжки нити давайте приступим значит посылочка мне пришла вот в таком коробочке в котором находятся тиски с подставкой и с дополнительными принадлежностями я буду рассказывать но вначале вам сделаю небольшое отступление если у вас возникают вопросы а зачастую вы пишете что я недостаточно допустим широко освещаю использование тисков и какого количества есть тисков то скажу вам сразу если у вас есть в этом необходимость пожалуйста найдите журнал нахлыст не помню уже за какой год но лет пять назад это точно мой друг и земляк александр каплун достаточно очень хорошо подробно описал действия практически всех тисков какие только были на тот момент их достоинства и недостатки нет идеальных тисков каждые тиски каждый каждый раз приходится под себя чем-то переделывать и как я уже неоднократно вам рассказывал каждые тиски предусмотрены для какой-то определенной работы вот в частности прежде чем мы приступим к обзору вот этих тисков мы рассмотрим как всегда вот такие как я их называю универсальные дорожные тиски индийского производства это рессорного типа зажимается крючок и мы практически работаем ну с любыми крючками здесь как вы уже позволь увидели относительно губки значительно крупнее больше мощнее а значит эти тиски предусмотрены для более крупного крючка вот я взял крючок 30 и как вы видите при зажатии его значительно комфортнее работать чем в тех других тисках поэтому желательно раз вы используете ну допустим большое количество проходит среди вас всевозможных мушек то вы определитесь какие больше какие меньше если у меня допустим стримеры как и лососевые мушки проходят по количеству ну практически одинаково у меня имеется специально для очень крупных тисков вот вернее крючков и изделий вот такие тиски они достаточно удобны хорошо ими работать выставлять все этого неоднократно видели фильмах романа мозера ну давайте вернемся к нашим тискам которые меня попросили рассмотреть как я уже отвечал на вопросы а теперь я вам расскажу фильме значит это композитный пластик который достаточно крепкий и очень очень будем говорить так выполнен на высочайшем кучу качестве нет люфтов заусенец очень удобно работать если вы сможете заметить по губкам вот в данный момент через эти тиски уже прошло более 500 мушек достаточно хорошо подкаленные изготовлены из хорошего материала теперь сделаем очередное отступление вы задавали неоднократно мне вопросы по поводу губок вот я изначально взял немножко два разных по сечению обломков как вы видите резца из которого я изготавливаю все губки которые мне необходимы для работы вот такого типа или тот станок который у меня был перед этим это достаточно крепкий материал он калится не хрупкий хорошо обрабатывается ну больше по моему подходящего материала вы не найдете который тем более он уже готов обломанных вот таких вот которые я приобрел на рынке резцов они стоят образно говоря 3 копейки поэтому я ответил на ваш вопрос что губки можно изготовить и самому в крайнем случае как у меня спрашивал алексей можно использовать если вообще нет никаких губок вот я какое-то время вязал с помощью вот такого медицинского зажима или же в руках мои фильмы где я вяжу без тисков в руках вы уже тоже видели возвращаемся теперь к нашим тискам значит достаточно удобная расположена вот такая подставочка тоже пластиковая как вы видите она слегка подпружинена и имеет ступорные свои штыри для того чтобы удобно было крепить к столичнице судя по резьбе вы видите можно закрепить куда угодно и в нижней части значит поджимается она вот этой гайкой и уже в переходной части находится у нас вот такое приспособление в которое должно крепиться проволочка загнутая вот такая с пластиковой такой будем говорить катушечкой которая вот у нас ставится здесь отпускается специальная прорезь мы ее вставляем крепим и достаточно скажу вам крепко и хорошо во всех отношениях вот мы закрепили допустим вот в таком положении оставили подтянули все как вы видите достаточно хорошо можно уже нашу катушку установить движется влево вправо но я обычно убираю потому что я редко пользуюсь это когда вы используете функцию роторе тогда конечно вам необходимо использовать оттяжку нити и их давайте теперь перейдем более подробному на рассмотрению находится тормозная муфта с рычажком как вы видите все тиски которые имеют вот такую конструкцию углового крепления тиск губок обладают вот таким моментом постоянно стараются тиски вернуться в одно какое-то положение как вы понимаете достаточно неудобно даже фирма ранзете точно так же есть свои сложности несмотря на то что там достаточно хорошая муфта для тормозов возникает все равно определенные сложности здесь же вот мы добавили немножечко вот так оборотов сколько нам нужно больше или меньше и тиски уже фиксируются у нас в любом положении позволяя нам очень хорошо добраться к любым элементам изготовления нашей нимфы или же мушки любой регулировка достаточно хорошая здесь как вы видите расположена гайка которой мы регулируем ширину для того чтобы мы могли поставить наш крючок тот который нужен ну вот я так грубо его закреплю вроде бы ровненько но как вы видите вот он не совсем соосен поэтому для вот таких целей и зажимается вот таким еще дополнительно у нас рычажком перетянули мы немножко вот так до первого касания и поджимаем уже нашим рычажком держит достаточно хорошо здесь имеется регулировочный такой винт который позволяет нам до перемещать наши вот тиски и мы с вами выбираем уже дополнительно где у нас находится наша соосность чтобы можно было более качественно изготавливать те мушки которые идут с использованием вот таких обмоток достаточно как вы видите хорошо держит и такой крючок но я стараюсь не использовать потому что в основном мне более они удобны для работы вот крючок у нас имеется 6 номер 8 номер очень удобно добраться к любому месту достаточно хорошо подточен угол для губок очень удобная и я беру для вас вот специально крючок 20 номера сейчас мы его попробуем с вами вначале установить вот так вот я попробуем сейчас немножечко вам приблизить чтобы вы могли видеть как вы видите крючок достаточно мелкий и очень уже удобно к нему также подобраться и работать чем допустим я предпочитаю с вот таким зажимом но удобно можно работать с любым чем допустим какие-либо другие очень удобно быстро потому что когда мы вяжем бакоплава или какую-либо другую нимфу нам необходимо поменять положение крючка как вы видите буквально за считанные секунды мы вставляем крючок как нам удобно опять его поджали и дальше можем спокойненько продолжать работать то есть эти мы экономим свое время очень удобно и хорошие и несмотря на то что изготовлены они из из пластика достаточно достаточно крепкие хорошо держит крючочек даже вот на краю губок слышно по звуку что достаточно хорошо зажата и учитывая то что у тисков имеется помимо вот такой степени свободы мы отпуская гайку на крепление с самой основной стойки мы вот можем с вами вращать тиски еще дополнительно они не проваливаются потому что обычно когда я использую вдруг другие тиски как вы видите я всегда дополняю вот такой стопорной шайбой для того чтобы можно было мне прокручивать тиски еще вокруг своей оси да как вы понимаете это еще дополнительное удобство для изготовления наших нимф чем больше степени свободы мы имеем тем более качественные сами по себе тиски и самое основное еще допустим что для вас может пригодиться это вот крепление которое находится сверху мы точно также можем его отпустили и мы наши губки уже можем выдвигать как вы видите тоже имеет еще дополнительно вперед и назад имеет еще свободу значит что еще здесь я бы конечно отметил довольно таки то что мне понравилось это то что сами по себе тиски уже достаточно легкие удобно лежит рука и мне по моим работам как я показывал первом фильме зачастую очень важно чтобы можно было более быстро подобраться к тем местам которые мы делаем у нашей нимфы и я кладу руку как вы понимаете и здесь уже мы начинаем спокойненько работать не мешая если бы у нас рычаг был значительно длиннее как у ранзете нам бы пришлось перекладывать руку сюда только лишь единственное конструктивное отличие то которое допустим мне не нравится я всегда под для себя подбираю тиски для того чтобы мне можно было удобно сверху положить руку так как это еще дополнительно у нас инструмент в нашей работе вот и все если у вас возникнут какие-либо вопросы я на них отвечу благодарю вас за внимание до скорых встреч небольшое еще вот такое будет отступление неоднократно вы уже спрашивали у меня по поводу всевозможных вот таких дешевых элементов которые в губках губки в тисках сама конструкция тисков достаточно симпатичная удобная но как вы видите что касается вот все не не потому что я это реклама или анти реклама каждые тиски для чего-то вам нужны будут так вот эти тиски с вот такими вот губками предназначены в среднем если вы за год 200 300 мушек свяжите вам вполне достаточно тисков с вот такими губками но если вы используете в коммерческих целях и у вас достаточно большое количество нимф и всевозможных стримеров проходит через ваши руки то естественно вы сами понимаете что тиски уже являются для вас инструментом а раз тиски инструмент значит необходимо подходить к его к их приобретению уже как инструменту чтобы были определенные критерии прочности вот пожалуй все спасибо